Ну и традиционный вопрос для нашей программы. Запахло весной, пора подумать об отпуске, да? Да, надо было уточнить, когда воду отключают, чтобы на это время уехать на море. Да, уже в 21 веке 10 дней плескаться в тазике просто унизительно, действительно. Но есть надежда, что прогресс придет и в наши ванные комнаты. Да ты что? Неужели дождались? Ну почти. Замглавы Минстроя Андрей Чибис сообщил в интервью здесь, что цифровизация уже сегодня позволяет сократить период тазиков до минимума. Одним лишь горячим водоснабжением дело, конечно, не ограничивается. Программа «Умный город», в рамках которой проводился эксперимент, ставит целью ни много ни мало создать город будущего. Оптимизация транспортных потоков и экономия электроэнергии по результатам анализа данных, вовлечение жителей в процессы управления города, повышение безопасности городской среды. И все это планируют внедрить в самое ближайшее время. Ну и по словам Амачибиса, стартовой площадкой для эксперимента стали три крупных микрорайона в разных городах. Лучший результат – сокращение холодных каникул до трех дней. При этом вложения были минимальными, подчеркнула замглавы Минстроя. Достаточно оказалось подойти к делу с умом, оптимизировав ряд технологических процессов. В том, чтобы радикально сократить, а в перспективе и вовсе упразднить время отключения горячей воды, заинтересованы все – и обслуживающие компании, ну и, конечно, жильцы. Свою лепту готов внести и бизнес. Госконцерны, Ростелеком, Ростеха и Росатом уже заявили о желании вложиться в модернизацию городов. В общем, что получается? В Минстрое, судя по интервью, работают невероятные оптимисты. А вот непосредственно в поле ЖКХ совсем наоборот. Мы спросили специалиста, возможно ли сегодня провести профилактические работы за три дня. И вот что услышали в ответ. Для человека, который работает в ЖКХ более 25 лет, совершенно эта операция непонятна. На сегодняшний день, например, в Анапе, не самый холодный регион, тем не менее, март-апрель отключают систему на два месяца для того, чтобы она была работоспособна в течение сезона. Я имею в виду туристический сезон в том числе. Во всех городах и весях нашей страны это две-три недели. Чем холоднее, тем дольше этот срок – три недели. Каким образом это будет достигаться в течение трех дней? Знаете, я очень боюсь, что как бы это ни случилось вообще очередным фейком и работает для галочки. Если это возможно, то на самом деле это благо для людей, это огромное благо. Каким образом нужно будет вообще ухитриться и стать фокирами, я не понимаю. Сейчас будут все совещания проходить, вернее, не как выполнить эту задачу, а как уйти легитимно от выполнения этой задачи. Вот если ускорить профилактику, все же реально, то почему бы специалистам из Минстроя не поделиться опытом с работниками ЖКХ? Вот госпожа Масквина предложила нам за эфиром, например, провести видеоурок для сотрудников на местах. Ну не нам, конечно, а Минстрою. Но пока цифровизация еще не сотворила чудо, горожанам рекомендуют тазики не выбрасывать. А еще лучше поставить дома бойлер. Пока город окончательно не поумнел, будем мыться по старому стилю.